Нас повезли Нас повезли в Челябинске. Повезли баню. Вот это первая баня. То, что у нас старая домашняя одежда, остался там. С одной двери зашли, в баню помылись, с другой двери вышли, нам дали все новое на фронте. Там бани не было. Зимой, ну, месяц, может, один раз. На снегу натягивали палатку. Туда несколько бочек. Горячей, холодной воды. Ковш. Ведро или тазик там, тазик. Вот это баня. Мыло хозяйственное. Я пришел, до сих пор я холодный от этого. Хозяйственным мылом моюсь. Самая лучшая баня. Бассейн, ныряю, купаюсь. Баня это ощущает человека. Ты же камнем падаешь, да? Вот все вот сюда. Забивается в горло. Вся внутренняя. Не дышишь. А, ты вот так, значит, так, качаешься. А потом уже смотришь на землю. Приземляться надо сперва на носки. Ловишь землю носками. Вот это второе звено. Потом третье колено. Коленьки. Потом четвертый. Вот это спина. Если ты как бревна в уши ловишь землю, да, когда у тебя, о, все, перелом. Вот учения. У нас на 20 километров бросок. Марш-бросок так называемый. И лопаты, и противогазы, все эти пляжи, весь мешок. Скатку еще нет вот на плечо, да. Ну, полном боевом. Да. И винт, это вот, карабин. 20 километров. Надо за 20 минут. Вот когда бежишь, тяжело. Вот этот сахар, он уже в рот. Гулевод. Моментально, но тебе дает силу, энергию дает. У меня друг Завалинский, Виктор Иванович. Это мой самый лучший друг. У меня друг Аркадий. Он на фронте погиб. Вот это Виктор. Мне когда тяжело до финиша бежать. Уже слаб. Вот тогда приходили эти ребята, они еще немножко покрепче были, значит, поздоровее. Вот они за руку один или другой. Давай, Костя. Меня называли Костей. Мы нашли винный склад правительственный. Там конца края нет. Это подземный, подземный. Ну, когда солдаты сразу обнаруживают, туда побежал, туда побежал, там что есть, здесь что нет. И нашли этот склад. Дубовая бодочка, каждая бодочка тонна вино. Потому что у нас котелок, медный котелок, два литра. И то полный не наберешь, потому что это строй это. Вот 18 лет, 25 лет, сколько там вот это расстояние, да? Примежуток времени. Подумайте. У вас вспомните. Какой это был период, что вы приобрели жизни. Так. И образование, и любовь, красота жизни, да? Вот в это время. Все это ушло. Вот. Война. Строевой. Расставь в лесу. Никакой газеты, никакой книги. Война началась, я 7 классов окончил. Вот. У меня была мечта стать студентом. А я стал студентом, уже не стационарно-ка, за 8. Уже в 60-м году. Если бы не дарьсник, Сергей Мартынович, покойник, да, по-кому. А там все, это все, рай. Я бы не мог работать учителем. По математике был. Но ты ж репрессированный, но большой. Ему палка не надо. У него, значит, пальцы, да? У датской стоит, он достает до палки. Я учился отлично у него. Когда я окончил 7 классов, он написал в районной газете, Житаринской, мой лучший математик. Вернулись с фронта, живые мы, с войны, с этой мясорубкой. Женились, любились, учились, образование получили. Семьи, дети, что нам надо еще? Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова